На миг отвлечься от всех забот, наполнить ванну и погрузиться в свои мысли. Мы знаем, что вы тоже это любите. Но чтобы ритуал чистоты приносил не только удовольствие, но и пользу, принимаем ванну правильно. Если хочется, наоборот, добиться эффекта не только очищения, еще и лечебного, чтобы питательные вещества проникли при принятии ванны в коже более глубоко и эффективно, тогда действительно мы принимаем скраб до ванны. Если мы регулярно принимаем ванну, мы не делаем каждый раз скраб. Сделать отмокание в теплой воде полезным поможет морская соль. Внимательно следуем указаниям на обороте, чтобы не прогадать с концентрацией. В домашних условиях можно создать себе мини-талассотерапию. Талассотерапия – это не что иное, как лечение моря. Поэтому при добавлении морской соли действительно будет решаться много проблем. У людей с сухой кожей, у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, либо заболевания кожи морская соль будет оказывать лечебное действие. Погружение в ванну открывает поры, расслабляет мышцы и благотворно влияет на нервную систему. Отличной добавкой станут эфирные масла, но только настоящие. Или отвары целебных трав, таких как ромашка или череда. На ночь в основном это расслабляющие компоненты – лаванда, мелиса, мята. И наоборот, если вы хотите взбодриться именно на нервную систему, оказать более тонизирующее действие, это, как правило, будут цитрусовые все. А вот с популярными пенными добавками лучше быть осторожнее. Пена для ванны, как правило, она не несет никакой пользы для организма. Она выполняет больше функцию декора, поэтому использовать ее возможно. Она будет в некоторой степени немного даже смягчать воду, особенно для людей с сухой кожей. Но при большом количестве использования, при регулярном использовании этой пены, будете добиваться обратного эффекта, то есть, наоборот, высушивать кожу. А вот устраивать спа-ритуал аристократа, то есть, плескаться в ванне с игристым напитком, врачи категорически не советуют, если, конечно, не хотите ощутить сжение в самых интересных местах. Лучше уж полежать в простой воде. У людей с пониженным давлением, которые очень метеозависимы, метеолобильны, реагируют на любое потемнение на небе, плохим настроением, пониженным давлением, слабостью, велостью, точно так же теплая ванна будет давать хороший бодрящий эффект. Обязательно попробуйте принять ванну с утра. Это поможет прийти в тонус и легко начать новый день. Продолжение следует...